Девушки отдыхают Донован Сандра Балок Мэри Мара Дэйл Миткиф Хилари Бейли Смит Дилан Бейкер Блейк Кларк Брюс Маккарти Эдриан Пол И Энн Бэнкрофт в роли Мадам Рот Композитор Джет Лейбер Оператор Уильям Бэйджс Автор сценария Продюсер и режиссер Дэйл Лонер Раз в месяц мы с друзьями встречаемся и ходим куда-нибудь развлечься Это может быть боулинг, мини-гольф, кино или что-то подобное А однажды мы пошли к гадалке на 34-ю улицу Дай-ка мне свою руку У тебя очень плохо с женщинами Да нет, всё в порядке Нет, не в порядке Здесь нет женщин А это что? Ты что, сладкий мальчик? Простите? Гомосексуалист? Нет Это надо моей сестре показать Не понимаю Я вижу, в твоей жизни не будет женщин очень-очень долго Может Никогда Это удручает Вот именно Но у меня кое-что есть для тебя Посмотрим Номер 17 Номер 13 Где же он, чёрт возьми? А Номер 8 Вот что тебе нужно Разведи это в воде Тысячи к одному Иначе будет чрезмерный эффект Сделай один глоток Когда ты будешь говорить Женщины сочтут тебя неотразимым Я биохимик Я биохимик Попробуй это Ещё за добавкой придёшь Ну Расскажи, кто эта женщина, с которой ты на днях обедал? Она просто коллега по работе Да Есть возможность продолжения? Нет Нет? Почему? Понимаешь Она Не мой тип Не твой тип Это ложь Если бы не факт наличия бойфренда, Диана как раз мой тип Я психобиолог Я занимаюсь исследованием приматов, шимпанзе Описываю поведение каждой особи и надеюсь, что результаты тестов будут схожи с человеческими И ты пропускаешь ток через их маленькие мозги? Нет Нет Но так делают, правда? Да Зачем? Так можно измерить активность мозга А небольшим зарядом можно стимулировать какое-либо чувство или мысль Ты можешь стимулировать чувство? Да Например, в ходе эксперимента электрод поместили в центр удовольствия обезьяньего мозга Когда обезьяна нажимала кнопку, по электроду проходил сигнал, вызывающий у обезьяны сексуальное возбуждение Шутишь? Нет Знаете, что было дальше? Это был самец? Да Тогда он сжал кнопку, пока не умер Так ты знаешь про этот эксперимент? Я знаю мужчин, дорогая Перестаньте По-моему, она то, что нужно Полу В ней есть нечто, даже не знаю Она очень сексуальная крошка Ты должен с ней заговорить Нет, правда Попробуй Давай Я её не знаю Правильно Вот и поговори с ней, заодно узнаешь Может, она не хочет ни с кем говорить Может, а может хочет Ты просто должен попробовать Обходи всех, пока не найдёшь кого-то Кто хочет разговаривать Совет знатока Иди Иди Знаю что Я дам тебе двадцатку, если ты с ней заговоришь Двадцать долларов просто за разговор Нет Сорок долларов Я не хочу это делать Шестьдесят долларов Восемьдесят долларов Сто долларов Нет Ну ладно, ладно Он зажал меня у туалета Зажал меня, не хотел отпускать Нет, ты представляешь Здесь одни придурки Это точно Клянусь Если ко мне ещё подкатит Хоть один урод Я не знаю, что я сделаю Привет Привет Могу я предложить вам выпить? Можно задать вопрос? Конечно С чего ты взял, что мне это интересно? Я что, смотрел на тебя? Или улыбалась тебе? Может, как-то флиртовала? Нет Тогда с чего ты взял, что мне это нужно? Ты что, особенный? Да? Или занимаешься чем-то интересным? Кто ты? Чем зарабатываешь на жизнь? Я биохимик Я выгляжу как фанатка биохимиков? У биохимиков нет фанаток А как ты думаешь, почему? Это не самая гламурная профессия Нет Это совсем не гламурная профессия Я понимаю, что для тебя химия очень интересна Но разве я похожа на женщину, которой интересны химики? Стой, подожди Я стараюсь для твоего же блага Ты ведь не хочешь, чтобы это случилось снова? Нет Нет Понимаешь, то, что важно для меня, не важно для тебя Посмотри на свою одежду А теперь взгляни на мою Ты видишь разницу? Для тебя одежда не важна А для меня важна А еще хороший вкус Я люблю дизайнерские шмотки, красивые вещи У меня BMW А у тебя? У меня Volkswagen Фарфвигнуген Знаешь, что это значит? Не хватает на Мерседес Вы правы Мы не очень-то друг другу подходим Так что я пойду Поищу себе какую-нибудь химическую девушку Прости Я просто хотела объяснить Знаешь что? Я пойду к тебе домой И буду твоей секс-рабыней Если ты правильно Ответишь на вопрос Хорошо Хорошо Кто дизайнер этого топа? Понятия не имею Тогда пока, пока Под знаком стоп положено полностью остановиться Можно взглянуть на ваши права, техпаспорт и страховку? Да Что у вас за машина? Это Альта Фацули Моя машина глохнет, если все время не газовать Я просто хотела У меня уже есть два штрафа за этот год А после третьего страховку аннулируют Пожалуйста Вы бы не могли ограничиться предупреждением? Будьте добры Проживаете по этому адресу? Да Альта Фацули Проживаете по этому адресу? Просто так ЯRE Привет, у вас ноль сообщений. Привет, у вас ноль сообщений. Плохо. Очень-очень плохо. 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 Иди отсюда. Плохо. 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 Плохой рис. Плохой рис. Плохо. 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 Тэнкарей. А… нет… Джина. Джин, конечно. Джин со льдом. Джин со льдом. Хорошо. Тэнкерей, если есть. Ладно. Можно воспользоваться ванной? Может вызвать сонливость. Как всё прошло? Отлично. Он хотел только поговорить. Видела бы ты его стереосистему. Потянет на несколько штук. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Чтобы там не происходило, оно прекратилось. А потом, когда я убирался, я нашёл вот это в молоке. Молоко, понимаешь? Кошки любят молоко. Да. А гадалка сказала, когда говоришь, верно? То есть это как-то связано со звуком. Например, когда скребёшь по доске, я готов на стенку лезть. Может, от другого звука ты полезешь на другую стену. Ты мне не веришь? Ты мне не веришь? Нет, я готова поверить. А что ты хочешь от меня? Ты уверен? Точно уверен? Я уверен. Не о чём волноваться. Это соль. Это конденсированная соль. Хочешь, я приму? Нет. Ладно. По-моему, ничего необычного. А как тебе этот звук? Я не знаю. Разве этот звук необычен для шимпанзе? Нет. Это Ромео. Он пытается проломить стену. Что он хочет сделать? Он хочет вломиться сюда. Не-а-а-а! Не-а-а! 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 Нет! Нет-нет, не надо. Он тебя убьёт. Ну что же? Он умер? Нет. Он уснул. После серии тестов мы выяснили, как это работает. Препарат воздействует на связки так, что, когда вы говорите, микроколебания вашего голоса стимулируют маленькие волоски во внутреннем ухе лица противоположного пола. Волосок вибрирует, посылая по нерву сигнал в мозг, который, в свою очередь, изменяет природную химию на биохимический процесс чувства влюбленности. Также мы выяснили, что, во-первых, лиц своего пола этот препарат настраивает враждебно. Во-вторых, препарат нужно разводить, иначе эффект слишком сильный. И, в-третьих, его действие длится ровно 4 часа. Следующим шагом должны стать испытания на людях. Но на ком? Диана, мы с тобой оба такие осторожные и ответственные. Поэтому, ради человечества, мы разделили остаток снадобья и договорились три недели не разговаривать. Предъявите, пожалуйста, ваши права, техпаспорт и страховой полис. Субтитры создавал DimaTorzok Может… Давайте я ограничусь предупреждением. Спасибо. Я заканчиваю где-то через час. И я подумал, может, мы с вами выпьем по стаканчику? Думаю, не стоит. Ваша страховка аннулирована. Р.Т. Мурено Р.Т. Мурено Здравствуйте. Я могу вам помочь? Простите, а кто начальник мисс Мурено? Думаю, это зав.отделом Дик Вебстер. Дик. Три штрафа. Боже. Вы же никого не убили, правда? Нет. Отлично. Билл, Дик Вебстер, я хочу отменить аннулирование страховки. Простите. Дик Вебстер, я хочу отменить аннулирование страховки. Какая красота, не правда ли? Да, верно. Дино! Вам кто-нибудь говорил, что вы красивы? Нет. По крайней мере, в здравом уме. О, Господи! Простите, пожалуйста. Я и раньше встречал красивых женщин. Много красивых женщин. Но вы – самая красивая женщина, какую я когда-либо видел. Я знаю, это прозвучит смешно, но вы верите в любовь с первого взгляда. Примите это от меня. Я не могу. Пожалуйста, не отказывайтесь. Я не часто испытываю такие чувства и хочу, чтобы вы это приняли. Это ваша машина? Это Альто Фацоли. Я знаю. Я Энрико Фацоли. Я владелец компании по выпуску этих машин. Спасибо. Сегодня губернатор устраивает небольшой приём, а мне не с кем пойти. Вы не хотите пойти со мной? Нет, не думаю. Почему? Вы замужем? Нет, нет, я… Вы обручены, у вас есть жених? Нет, нет. Любовник, друг? Нет. Подруга? Нет. Может, больная бабушка, с которой нужно сидеть? Нет, она умерла. Простите. Нет, всё в порядке. Она умерла 20 лет назад. Так почему бы вам не пойти со мной? Что-то не так? На вас смокинг? Конечно. Это же официальный приём. Я вам не сказал? Нет. Простите, виноват. Но у нас полно времени. Пожалуйста, наденьте вечернее платье, я вас подожду. У меня нет вечернего платья. КОРОЛЕВСКИЙ АСОБЫ КОРОЛЕВСКИЙ АСОБЫ НЕ 你本当に? ни одной девушки. Все в порядке, не бойтесь. Вы выглядите бесподобно. Обнаружилось, что у альфа-самцов повышенный уровень серотонин-рецепторов, а внутренняя гибридизация показала, что он связан с уровнем допамина. Ладно. В чем разница между невежеством и безразличием? Я не знаю и знать не хочу. Энрико, спасибо. Спокойной ночи. О боже. Субтитры сделал DimaTorzok Привет. У вас 67 сообщений. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Еще увидимся. Да, пока. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет. Меня зовут Черил. А вы не назовете свое имя? Пол. Почему вы на меня так смотрите? Просто интересно, о чем вы думаете? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я вам не скажу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Да, я могу быть такой прямолинейной, что вы испугаетесь. Испугались? Нет. Боже. Обалдеть. Ладно, ладно. Достаточно прямолинейно? Да-да, отлично. Супер прямолинейно. Тогда, может, уйдём отсюда и пойдём ко мне? Ладно. Ладно. Я пойду с тобой домой и сделаю с тобой всё, что ты захочешь, если ты правильно ответишь на мой вопрос. Да? Как получают метиловый спирт? Я не знаю. Тогда пока-пока. Да. 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 Да! Было поздно, но бары ещё были открыты, а я чувствовал желание продолжить моё исследование. Средство дало стопроцентный эффект. Неважно, с кем женщины были и что делали, они хотели тебя. Именно тебя они ждали всю свою жизнь. Ты казался им забавным и умным, а главное, очень, очень сексуальным. Это средство творило чудеса. Оно абсолютно избавляло от страха, что ты не понравишься или недостаточно хорош. Поэтому вместо того, чтобы наконец смириться с реальностью, ты изменял эту реальность. Всё для тебя. Не нужно быть симпатичным, хорошо одетым или богатым. Это всё ерунда. Главное – говорить. Не нужно быть умным, смешным или проницательным. Не важно, что ты говоришь. Содержание не имеет значения. Ну, как вам нравятся мои колпаки? Говорят, власть развращает, а абсолютная власть развращает абсолютно. Что ж, это правда. А ещё говорят, что тропа излишества ведёт во Дворец Мудрости. Моим Дворцом Мудрости стал Сигма Дельта Пи, университетское женское общежитие. Я много узнал в эту ночь. Я много узнал о себе. Я много узнал о женщинах. А ещё я узнал об одном дурацком законе, который запрещает мужчинам вход в женское общежитие после девяти вечера. Субтитры делал DimaTorzok Можно пройти? Вам помочь? Нет, я пришёл навестить подругу. Кого? Диану Фэрроу. Простите, но мисс Фэрроу никого не ждёт. Нет, я просто проезжал мимо. Извините. Может, скажете ей, что здесь Гарри Логан? Хорошо. Стэн, какой-то Гарри Логан пришёл к мисс Фэрроу. Извините. Вы шутите? Нет, у неё гость. И кто же это? Принц Джеффри. Принц? Принц чего? Англии. Невероятно. Спасибо. Мне сюда? Диана? Ух ты! Чёрт, потрясающе выглядишь. Что ты сделала? Прическу? Отличная прическа. Что? У тебя сжаты зубы. Ты приняла средство. Ты приняла средство. Красивое платье. Сама купила? Ясно. Значит, развлекаешься? Да. 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 Что ты делал в женском общежитии? Что я делал в женском общежитии? Не знаю. Я был... Я был... Я не могу тебе сказать. Извини, не могу. Я проводил исследование. А что? 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 Ты шутишь. Хорошо, хорошо. Умеешь хранить секреты? Я тоже. Извини, я не должен был. Знаешь, это нечестно. Ты приняла средство и не можешь говорить. Так откуда мне знать, что ты сама не вытворяла чёрт знает что? 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 Ты шутишь. Что? Ты встречаешься с президентом? Кто там? Мне знакомо ваше лицо. Я принц Англии. Фолл, сегодня мы идём на благотворительный аукцион. Хотите пойти с нами? Ты не разговариваешь. Почему ты молчишь? Вы заметили, что Диана молчит? Значит, играешь в молчанку? Да, играешь. Опять играет в молчанку. Неужели? Ну что, вы с нами? Скажи ему прийти на вечеринку. Это по-нимому вы должны пойти. У вас есть смокинг? Ваше Высочество, рада вас видеть. Джейн Чайлз, из Комитета по искусству. Мисс Чайлз, рад знакомству. А это мои друзья Пол и Диана. Здравствуйте, как поживаете? Ваше Высочество, один из наших скульпторов из Южной Америки устроил здесь выставку. Спасибо. Ты идешь? Пол, а вы? Нет? Ну ладно. Вы знакомы с майором? С мистером Коксом? Нет, не имел удовольствия. Музыка. Нет, не имел удовольствия. Художник ваял это с натуры, поэтому получилось так анатомически точно Извините, Ваше Высочество Женщина к нему так и льнут, не правда ли? Двойка и пара У меня двойка Тройка идёт вам Король для меня Вам четвёрка Четвёрка Простите, мы не можем этого делать Можно тебе на минутку? Простите, я отойду на секунду Дамы и господа, начинаем наш аукцион Пожалуйста, займите Ваши места Говорят, принц Джеффри потерял голову от американского обезьяньего психиатра Дианы Фэрроу Как психобиолог, мисс Фэрроу имеет, вероятно, большой опыт в приручении диких зверей, и ей удалось приручить непокорного короля джунглей, принца Йоркского Джеффри В Букингенском дворце переполох, а королеве матери не терпится познакомиться с американской учёной-красоткой Привет Привет Знаешь что? Что? Вчера Джеффри сделал мне предложение И что, ты ему ответила? Я ответила, что подумаю Подумаешь? Зачем ты ему это сказала? Понимаешь Всю жизнь Я чувствовала себя уродиной А теперь Самый желанный мужчина в мире Говорит мне, что я красавица Принц Англии сохнет по мне Пол Это как сон, ставший явью Я могу стать принцессой Ты сошла с ума Зачем это тебе? Ну, я года четыре не была на свиданиях Что? Насчёт свидания ты пошутила В смысле? Диана У нас было свидание У нас было свидание? Да Помнишь? Нет, не помню А обед? Мы ходили обедать Это было свидание? Да Я думала, свидание Это когда за тобой заезжают домой А потом везут ужинать И всё такое Это банальная схема Ты не обязана исследовать Извини Я не знала, что это было свидание Не было ли второго свидания, которым я не подозреваю? Нет, потому что ты сказала, что у тебя вроде есть бойфренд Ну Он вовсе не бойфренд Нет? Нет Нет Ты голодна? Да Хочешь, пообедаем где-нибудь? Я заеду за тобой домой С цветами Поговорю с твоим отцом Значит, свидание? Конечно, свидание Ладно Книга Источник знаний А потом случилось чудо Впервые в жизни я почувствовал нечто прекрасное А когда возникает это чувство Ты хочешь, чтобы оно продолжалось вечно Но на любовь не дают гарантии И ты делаешь то, что можешь И единственное, что остаётся Это жениться Ты скрупулёзно планируешь этот момент, чтобы сделать его как можно романтичнее И если тебе говорят «да», ты женишься, обмениваешься кольцами и надеешься, что это навсегда Я хотел провести с Дианой всю жизнь И я работал над этим Я забронировал шикарный номер с видом на океан Откуда можно любоваться закатом Субтитры сделал DimaTorzok Диана? Где ты? Нет, вы ошиблись номером Диана Диана Что случилось? Где ты? Привет Привет Где ты была? Столько всего случилось Понимаешь Так расскажи На прошлой неделе между нами кое-что произошло Да? Да И мы стали Друзьями Друзьями? Да Это ведь так важно, быть хорошими друзьями Ну да, но я думал, что мы стали больше, чем друзьями Я должна тебе кое-что сказать Я кое с кем встречалась Время от времени последние последние десять лет и у нас были проблемы и ничего не получилось но вдруг он приехал он изменился Это как сон, ставший явью Это 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 Гарри Гарри, это Пол Пол Пожалуйста, не расстраивайся Мы ведь останемся друзьями Сначала я был раздавлен Потом стало еще хуже Я не мог ни есть, ни спать Я не мог не думать о Диане У меня не было выбора Нужно было вернуть ее Поэтому я сделал то, что делают те, кто любит кого-то, кто любит кого-то другого Ты притворяешься, что согласен на дружбу а на самом деле подрываешь их отношения Я собирался указывать Диане на многочисленные недостатки Гарри но так как я его не знал, предстояло выяснить, какие у него недостатки Ну как у тебя с этим, Гарри? Гарри чудесный Да? Да Симпатичный парень Ты думаешь? Да, по-моему он отлично смотрится в полотенце Он даже мог быть моделью Да Интересно, что он за человек? Я ведь его даже толком не знал Ну Представь, когда ты с кем-то переживаешь чувство, что все идеально Да Вот так бы я описала Гарри Он просто идеален Идеален? Ух ты Идеален А кроме идеальности, какой он? Он такой… перфекционист Значит он идеален и он перфекционист Ясно А что это значит? Он пунктуален? Ну да Он такой… он очень рассудительный Он хочет делать то, что хочет То есть это хорошо? В смысле, тебе это в нём нравится? Как правило Не всегда? Ну, иногда он любит делать вещи, которые я… я не очень люблю Не очень Извини Алло Привет Я тут болтаю с Полом Гарри, мы просто друзья Гарри, я… Ладно Ладно Я люблю тебя Хорошо Люблю тебя Да Пока Гарри хочет, чтобы я больше с тобой не разговаривала Диана, а ты чего хочешь? Я не хочу его потерять Я люблю его Прости Мой план явно не сработал Влияние Гарри на Диану было слишком сильным Она во всём ему потакала Она будто поклонялась какому-то идолу От чувства всепоглощающей любви к Диане, я перешёл к вопросу, смогу ли я снова влюбиться Я смог Привет 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 Я проходила мимо и решила зайти поздороваться Очень мило, с твоей стороны Может зайдёшь? Хорошо Можно воспользоваться твоей ванной? Как раз Огромен Волча Огромен Продолжение следует... Так чем ты занимаешься? Бухучёт или что-то вроде... Готово. Значит, это всё? Да, полный комплект. А провода? Провода лежат вместе с инструкцией. Молодец, приятель. Ну да, ты ведь вернёшься? Я вернусь. Отлично. Пока. Я отдал ей всё маломальски ценное, включая запас любовного напитка. Я пытался объяснить его действия, но эту женщину больше интересовала нажива, чем наука. Что за девушка? Четыре часа я думал лишь о Марисе. Красивая, умная, расчудесная Мариса. Но, четыре часа спустя, я был готов придушить её. Я не мог поверить, что любовный напиток так влиял на меня. Ради Марисы я был готов на всё. Я сам будто поклонялся идолу. Вы всё продали? Всю бутылку? Да. Человек, купивший её, как он выглядел? Высокий, красивый, тёмные глаза и волосы. На нём не было кольца? Да. Золотая змея с рубиновыми глазами. Алё. Диана, я только что от мадам Рут. Гарри воздействует на тебя любым напитком. Пол, я его люблю. Нет, не любишь. Уйди от него на четыре часа и посмотришь, так ли ты его любишь. Сделай это для меня. Кто это? Пол, это смешно. А зачем он просит тебя всегда носить с собой телефон? И ещё, он звонит тебе каждые четыре часа. Пол думает, что ты воздействуешь на меня любовным напитком. Нет, не говори ему, он враг. Повесь трубку, Диана. Слушай, как он мог о нём узнать? Ты что, где ты это записала? Мне пора, Пол. Ты всё записала в журнале? Да, но... Точно, точно. Он прочёл твой журнал и... Диана? Нет. Диана. Я тебя не слушаю. Не я его использую, это он. Это он, Диана. Нет, я тебя не слушаю. Диана, однажды это пройдёт, а ты уже будешь беременна. Выйдешь за него замуж, нарожаешь этому уроду детей. Всё пройдёт, а ты уже будешь за ним замужем. А вокруг будет бегать стайка уродцев. Я ей звонил, но она не брала трубку. Я писал письма, но они приходили обратно. Я пытался поговорить с Гарри, но без трубку. Оставался только один неиспробованный способ. У вас есть что-то вроде антидота или что-то более мощное? Садись. Реклама Садись. Давным-давно случилась чума. Многие люди заболели. Эта болезнь не причинила вреда их здоровью. Они жили долго, но... Что-то внутри них умерло. Способность любить вечно. Вот лекарство. Любовный напиток номер девять не создаёт чувства. Он его очищает. Часто любовь омрачена сомнениями, подозрениями и предрассудками. Но номер девять всё это устраняет. Он очищает любовь. Самое страшное, когда любовь угасает. С номером девять этого не случится никогда. Если вы любили друг друга, и вы оба выпьете этот напиток, вы снова полюбите друг друга, как никогда прежде. Навсегда. Ты точно уверен, что она любила тебя? Да. А что? Если вы оба выпьете этот напиток, и ты любишь её, а она тебя не любила, то ты будешь любить её до конца жизни. А она до конца жизни возненавидит тебя. Ясно. А как это работает? Она сказала, выпейте из одного бокала и поцелуйтесь. Через пять минут будет эффект. Если у тебя доброе сердце, тогда подожди и услышишь музыку ветра. То есть, понимаете, если вы готовы любить, то через пять минут после поцелуя вы услышите ветер, музыку и всё такое, и будете любить вечно. Но если у тебя злое сердце, и ты дурак, ты ничего не услышишь, зато почувствуешь запах ослитины. То есть, если ты дурак, то через пять минут после поцелуя ты почувствуешь запах ослитины. Представляю, какая гадость. Значит, если мы с Дианой это выпьем и поцелуемся, через пять минут, если она меня ещё любит, номер девять перешибёт номер восемь, сколько бы Гарри его не принимал. Это при условии, что она меня любит. Пол? Погоди, я не закончил. Поэтому я и позвал вас, ребята. Диана со мной не говорит, и напиток добровольно пить не будет. Поэтому мне нужна ваша помощь. План прост. Мы идём к ней домой. Я стучу в дверь. Вы ждёте рядом. Если она откроет, я к ней врываюсь, вы за мной. Если нет, мы вышибаем дверь, хватаем её, держим, я щекочу её под коленками, и она откроет рот. Я залью в неё напиток, заставлю проглотить, целую её, и мы ждём пять минут. Конечно, трудно будет заставить её проглотить. Сами знаете, женщины не любят глотать. Извините. И ещё одно. Если там будет Гарри, будет драка. А он такой... Зато нас четверо. Думаю, мы справимся. Если у него нет пистолета. Но это вряд ли. Ребята, есть вопросы? Что? Что уставились? Вы мне не верите? Нет, дело не в том, что мы не верим. Просто... Просто мы тебе не верим. Тут дело не только в вере, Пол. Ты же просишь нас нарушить некоторые законы. Взлом, нападение. Это срок. Рон. А ты мне веришь? Я скорее поверю в три дырки от одной пули. Минутку. Я за добавкой, дорогуша. Значит, остаток напитка у этого типа Гарри, да? Да, верно. Отлично. Пока-пока. 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 Боже. Она ангел. Вот сука. Она стащила мой роликс и бумажник. Да, всё верно. Я хочу заявить о краже карточки виза. Спасибо. Что я скажу, Джуди? Скажи, что ты тупица. Ну что, ребята, вы мне поможете? Повторим. Что надо делать, если объявится Мариса? Выбить из неё всё дерьмо. Нет. Заткнуть уши и орать. Главное, не слушать её. Правильно. А если объявится Гарри? Схватить его и держать. Выбить из него всё дерьмо. Отлично. Привет. 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 Вы подруга Дианы? Да. А вы кто? Пол Мэттьюс. Вы Пол, с которым она работает? Да. Тот, кого отшили после принца Джеффри? Да. Она сказала не разговаривать с вами. Да, но... Да. Но здесь творится что-то странное. Верно? В точку. Сначала она встречается с принцем Джеффри, потом кидает его, потом она была без ума от вас, а теперь выходит за этого тупицу. Выходит за него замуж? Да. Когда? Где-то через час. Господи. В торопях забыла свои перья. Привет. Что здесь происходит? Давайте я введу вас в курс дела. Давайте. Пусть она выпьет из этого бокала, потом несите его мне. Я тоже глотну, войду и поцелую её. А этот парень, Гарри, он большой? Да. Вы сказали, она была от меня без ума. Она так и сказала? Без ума? Да. Она не говорила, что любит меня. Было слово «любовь»? Нет. Она сказала «без ума». Если у тебя доброе сердце, подожди и прислушайся. Ты услышишь музыку ветра. Как всё здорово. Ладно. А теперь, по традиции, невеста и подружка-невеста должны выпить шампанского из бокалов друг друга. Да? Да. Да. Это такой ирландский обычай. Да. Ты разве не знала? Нет, не знала. Бедняжка. Да ладно. Вот. Держи. Ладно. А теперь высоко подними бокал. Ладно. За Диану. И как его там? Гарри. Хорошо. Ты такая красивая. Гарри. Уходи. Гарри. Видеть невесту до свадьбы – плохая примета. Тогда за плохие приметы. Вот что ты должен сделать. Выпей из того же бокала и поцелуй её. Выпить из того же бокала и поцеловать? Она останется с мужчиной, которого любит больше, а другого возненавидит. Но действуй быстро. Если долго ждать, это не сработает. Убирайся. Нет, отойди. Или я разобью тебе башку. Поставь на место. Отойди, отойди. Диана, Диана. Чёрт. Диана, Диана. Ладно, парни, я в порядке, ясно? Я не псих. Нет. Нет. Привет, Гарри. Послушай, я знаю, что ты вот-вот женишься, но давай немного поболтаем. У тебя есть то, что мне нужно. Какая она большая. Напиток нужно разводить. Разводить? А если у тебя злое сердце, и ты дурак, ты ничего не услышишь, зато почувствуешь запах ослятины. Что? Что ты делаешь? Стой! Гарри, позволь мне. Позволь мне сделать это. Гарри, нет. Стой! Да, да, да. Давай же. Если кому-то известна причина, по которой молодые не должны быть вместе, пусть назовёт её или замолчит навеки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Диана Фэрролл, Берёшь ли ты этого мужчину в законные мужья, в болезни и в здравии, пока смерть не разлучит вас? Да. Кольцо. Хорошо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Извините. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В чём дело? Шлюха! Потаскуха! Ах ты дрянь! Шлюха! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Господи! Парни, тревога, КО-29. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Всем на выход! Давайте, живее! 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 Помогите! КОНЕЦ КОНЕЦ Помогите! Нет! КОНЕЦ Если хотите позвонить, повесьте трубку и снова наберите номер. Если вам нужна помощь, свяжитесь с оператором. КОНЕЦ Диана? Дорогой. 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 Дотроньтесь пальцем до носа Попрыгайте на одной ноге Поднимите руки вверх и помычите Возьмите за соски Как можно крепче Вам это нравится, правда? А теперь настало время для маленького волшебства Я бы хотел сказать Вам, что через пять минут после поцелуя Диана бросилась в мои объятия И мы любили друг друга вечно Но этого не случилось Пришлось ждать шесть минут Прости меня Все хорошо Давай уйдем отсюда Давай Как я рада Фильм озвучен в студии Иннис По заказу Союз Видео Союз Видео По заказу Союз Видео По заказу Союз Видео По заказу Союз Видео Продолжение следует... 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 Продолжение следует...